всем привет в общем пока оксана занимается готовкой обеда я решил сходить подстричься потому что на голове мне уже честно говоря какой-то шлем а еще и пустой как побрился вообще выглядит не очень так что да оксана говорит что я похож на малолетку в общем пойду подстригусь а потом расскажу вам кое-что очень интересное хрен там сегодня воскресенье и у них закрыто здесь кстати в мексике вообще по воскресеньям всегда все закрыто пойду завтра но тем не менее сегодня достаточно интересный день мы сегодня должны будем встретиться с ребятами которые расскажут нам немного о теме которая нас заинтересовала в общем мы с оксаной когда только приехали в мексику узнали что здесь среди русских очень популярно приезжать в мексику и рожать здесь ребенка чтобы получить вид на жительство гражданство в общем мы толком не разобрались в этой системе и нам с оксаной стало очень интересно что же это дает но я думаю вам тоже должно быть это очень интересно так что идем кстати наш дом в котором мы сейчас живем большой и там очень клево территория на заднем дворе привет мы с оксаной заинтересовались эти вопросы мы решили спросить ребят потому что они здесь уже давно и вроде как эту кухню все узнали да расскажите теперь вы вашу историю расскажите на самом деле мы с машей и еще большой компании собрались и в октябре поехали в общем то мы познакомились с ребятами которые организовывают роды в канкуне в мексике и сейчас мы с ними сотрудничаем мы им делаем графику вот таким образом я перекрестировался от оператора дизайнеру и таким образом и маша так что нашла себе работу и вы то есть эту кухню всю родов узнали час да сейчас получается мы очень плотно общаемся с этим ребятами и столько плюсов и нюансов я узнал я друзьям писал контакте ребят в курсе вообще вы знали что такая история есть что можно сюда приезжать и рожать и получать гражданство здесь какие плюсы того что ты родил в мексике для родителей для детей но в общем вообще чего зачем один из плюсов вот как раз таки это получаешь но получается гражданство мексиканца и с помощью этого ты можешь потом путешествовать с помощью этого паспорта путешествовать по разным странам да ну если скажем люди в россии рожают вот они гражданин россии ты еще и гражданин мексики что самое классное по мне так это то что тебе выдают гражданство там бабушки дедушки за одного ребенка и даже своей собаки могут я посмотрел список стран на которые могут мексиканцы посещать без без визы их очень много это около 120 или 130 стран то есть там туда входит и австралия и европы вся причем кстати очень такой большой плюс что из россии только по шенгенскому взять а здесь ты можешь 90 дней жить без визы кстати самый интересный мне кажется вопрос можно ли мексиканцу поехать в россию без визы ребенок получает не только мексиканский паспорт но еще и российский паспорт мексиканское гражданство российское гражданство это сколько стран для путешествий может быть еще одним плюсом является то что очень легко получить пмж гражданство и прочее то есть ты рожаешь ребенка и тебе сразу выдается пмж затем через два года родители могут претендовать на уже мексиканский паспорт и плюс еще одна фишечка в том что тебе выдается такая зеленая карточка мексиканца и с ней ты можешь много скидок получать ну там шкарет есть такой здесь парк развлечений ну да да но это чисто для канкунцев это для тех кто родил в канкуне не для мексиканцев не для мексиканцев разные скидки есть для мексиканцев тоже есть но например если ты родил в канкуне то тебе дается там ну где-то 15 процентов скидки обычным мексиканцем 10 ну а соответственно турист платят по полу да и в целом здесь цены в отличие от например америки они мы приемлемы потому что если сравнивать с россией то это примерно одна и та же но за категория здесь очень классный климат мексики ну круглый год даже нет такого понятия как сезон дождей потому что сейчас июнь а дождей на самом деле нет ну мне кажется это вообще идеальный вариант ты должен приехать родить получить паспорт и потом наслаждаться жизнью причем здесь мексика мексиканские пляжи входят десятку лучших пляжей мира и так то есть тоже очень важно я знаю что русские еще рожают в штатах и в израиле вот почему именно в мексике они в штатах например не в израиле в мексике по ценовой категории так же как в россии сша это очень дорого будет стоить и вообще в целом туда попасть очень сложно что надо в штатах и уровень цен другой и мы первых на получить туристическую визу не так просто особенно если девушка с беременность животом то есть с этим большие могут быть проблемы причем не насколько я знаю что там не дают родителям пмж и вообще в штатах пмж получить именно родителям не дают ребенку дают а ты ребенок родил в штатах ребенок родился штатах ему дают гражданство а родителям не дают то есть они даже по идее должны подавать на туристическую визу чтобы приехать своему ребенку но грубо говоря это не факт что дадут эту визу а еще могут вообще заблокировать их там на ну а ты представь что у тебя ребенок гражданин америки и ты если хочешь поехать в америку могут быть сомнения не хочет это там остаться на группе риска еще кстати тоже мне кажется очень важно потому что после 18 лет ребенку нужно будет платить налоги в штатах они там не маленькие поэтому мне кажется если человек не заинтересован там жить в штатах или связывать свою жизнь с штатами рожать ребенка штатах крайне неразумно потому что на самом деле те кто едут штаты именно рожать у них есть какая-то цель чтобы в будущем как-то не ну знаешь многие задумываются просто хочу вот уехать из россии хочу вот чтобы у ребенка был паспорт и не задумываться о том что реально блин а потом ты ему придется платить налоги а потом придется что-то делать да и по поводу израиля вот в израиле тоже уровень медицины не хуже чем в мексике естественно да там очень высокий уровень медицины не хуже да там не дают гражданство не тебе там высокая медицина просто роды пройдут хорошо на просто поездки российским врачам ты можешь ехать в израиль и родить там ну все что ты делаешь это родишь и уедешь да тебе никаких ну да в мексике на самом деле мне кажется не хуже в то есть с точки зрения медицины сутки не правда род родов ну вот в общем пришли мы домой хочу сейчас вот такой небольшой итог этому всему подвести если ребенок рождается в мексике родители автоматически получают пмж получают сразу же бумажку ну которая дает им право жить в мексике здесь как бы на самом деле действительно клево несмотря на то что у нас тут произошел казус да у нас тут украли ноутбуки но в общем на самом деле такое могу случиться где угодно и это очень редкое явление то нас тут все даже удивляются климат здесь отличный канкун вообще считается одним из лучших курортов с мексиканским паспортом у вас будет возможность путешествовать по всему миру там 100 с чем-то стран плюс еще русский паспорт в общем практически весь мир открыт для посещения без виза из австралии новой зеландии прочее это тут настолько распространено что этим занимаются даже компании которые просто предоставляют услуги вам вообще ни о чем париться не надо это кажется ребята с которыми мы виделись они сотрудничают с такой компанией я не взял контактные данные так что в описании под этим видео вы можете найти в сайт можете зайти посмотреть что да как если вдруг вы собираетесь пойти на такой ответственный шаг родить ребенка то почему бы не рассмотреть этот вариант так что такая достаточно интересная тема мы с родить ребенка здесь как минимум какие то есть дополнительные ништяки так скажем нет мы с оксаной сейчас пока не планируем детей не подумайте а то я знаю сейчас комментарии начнут посыпятся в общем когда ждать маленького кота кроватика нет пока что не планируем но если запланируем это будет наше решение чуть попозже на этом все спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось еще надеюсь что мне понравится салат который я делаю надеюсь что он еще понравится Оксане